Я думал, все все знают, но все равно люди умеют, что ничего страшно. Типа, а если это углеводный окно? Типа, надо ли загружаться углеводами после тренировки? Есть другие люди, которые говорят, вот какой-то известный Фарах сказал, что не надо есть углеводами после тренировки. Сам прикол, что один несет чушь, и другие несут чушь. Почему несут чушь? Потому что те и другие на самом деле правы. По-своему и одновременно неправы. Они не правы в толковании понятия, толковании физиологии. На самом деле для спортсменов во время всего века прием углеводов после тренировки не несет ни пользы, ни вреда. Хочешь – ешь его, хочешь – ешь. Никакой особой выгоды нет. Почему? Потому что тем, кто говорят, надо есть углеводы. Почему? Потому что якобы если не сидим углеводом, белок превратится в энергию. Я уже озвучил, что белок может превратиться в энергию максимум 18%. То есть если мы сели по тренировке 40 г белка без углеводов, он не превратится в энергию. Есть этот белок в маленькой части. А 40 г, ну, получается, 5 г превратится в глюкозу. 35 г будут на пластический процесс, то есть именно в мышцах. Этого порядка зависит. Что касается восстановления гликогена. Ну, культуристам гликоген. Ну, во-первых, силовики, в принципе, немного затрачивают гликоген. А во-вторых, есть конкретные данные, да, что вспомнились силовики, как правило, при адекватном питании восстанавливали гликоген на 24, максимум 36 часов. То есть тренировки у силовиков на одну и ту же самую группу мышцах. Мы сегодня нагрузили ноги, да. Следующая тренировка, ну, те, кто тренирует мышцы 2 раза в неделю, здесь тренировка будет через 3-4 дня. Это 72-96 часов. У нас все это время можно восполнять гликоген. По фабрии, максимальное количество времени необходимо для восполнения гликогена 36 часов. Допустим, мы приняли тренировки сразу после. Вы приняли углеводы сразу после тренировки. В период так называемого углеводного окна. Оно существует однозначно. В первой час после тренировки наш организм в 2 раза быстрее синтезирует гликоген, чем в другое время. Через час это время начинает снижаться, и через 4 часа достигает предтренировочного процесса. То есть, если мы примем углеводы сразу после тренировки, мы можем уменьшить общее количество времени необходимого на восполнение гликогенов в тех мышцах, которые подвергали нагрузки, на 2-3 часа. Мы вместо 36 часов восстановили за 32. Но в зал мы пришли тренировать ноги через 96 часов. А те, кто тренирует ноги раз в неделю, они пришли в зал, сейчас не смогу посчитать, но вообще через 7 суток. Но у него уже за это время 3-4 раза можно восстановиться. Что даст эти 3-4 часа сэкономленных, когда мы тренируем большую группу раз в неделю. В этом особого смысла нет. Но также нет в летах. Поэтому тем, кто говорят, прием углеводов после углеводов приводит к повышенному выпусу инсулина. Инсулин вызывает гипогрекемию, то есть уровень сахара падает в крови, а гипогрекемия вызывает повышенную секрецию сэкономеропина. Расходит так. Тот самотропин, который в ответ на руку повышался, он повышается не только за счет падения сахара, а за счет образования молочной кислоты в крови. Причем прямым образом, чем больше он дадут крови, тем больше гипогрекемия выделяет кровь в самотропин. Получается так, что да, секреция будет ниже, но за счет того, что вот этот перепад уровня сахара после приема углеводов приводит к снижению уровня сахара, через 240 часов самотропин не приводит. Опять достигает пика, держится какое-то время. То есть, по сути, он здесь не упал, но поднялся потом. То же на то же. Но, если к тому, это так, а если пробыть глубже, когда человек говорит, мы потеряем самотропию, надо задать ему вопрос, а что для этого произойдет? Фара говорит, мышца будет меньше расти. А что от самотропина мышцы растут? Ну, загляни в учебе физиологии, посмотри. Растут ли мышцы от самотропина? Самотропин, да, это анаболь. Ну, главная функция самотропина, главная функция самотропина, это гормон стресс. Его задача стабилизировать уровень сахара в крови. Он позволяет нам выжить в условиях дефицита глюкозы. Если кортизол, глюкогол и адреналин стимулируют образование глюкозы в печени, стимулируют распад глюкогены в печени. Все, глюкоген в печени распадается и превращается в глюкозу. Глюкоза попадает в кровь. Глюкоген не знаю, что делать. Из аминокислотам, из лактата, который выделяется из мышц крови, из глицерина, который выделяется из жирный кислот, он синтезирует сам глюкозу и опять повышает уровень сахара в крови. Сахар в крови тоже для мозга. Потому что мозг глюкоза очень много питается. А задача цимотропина в ряду этих гормонов следующая. Он снижает чувствительность мышечных клеток для глюкозы. Таким образом, когда глюкоза в крови повышается, благодаря механизму гликогенолиза и глюконеогенеза, цимотропин экономит ее для мозга. Он делает так, что мышцы не могут ее забрать. Если мышцы тренируют, у них потребности к глюкозу повышаются. А он говорит, что это хорошее. Когда он взаимодействует самотропин с инцепторами мышечных клеток, они уменьшат, у них способность поглощения глюкозы вынижается. Соответственно, больше глюкозы в крови остается, и ее больше попадает в мозг. Ведь мозг – это жизненно важный уровень. Организм у нас важнее сохранить мозг, чем сохранить мышцы. Поэтому самотропин повышает сахар. И так он повышает. Он всего лишь блокирует поступления мышечных клеток. Соответственно, сахар в крови, без того, чтобы распределиться по всем мощным тканям, он остается в крови. Поэтому уровень сахара становится по высоте. Поэтому те, кто постоянно употребляет большими дозировками самотропина, они в итоге могут развить у себя диабет второй тип. Потому что повышенное все время сахар приводит к повышенному уровню инсулина. Это приводит к тому, что мышечные клетки становятся нечувствительными к инсулину, то есть образуется инсулинорезистентность. Соответственно, дальше, в нормальных условиях, когда человек принимает углеводы, уровень сахара крови упасть не может, потому что нормальное количество инсулина не может простощить. Клетки не чувствуют инсулина. Развивается диабет второй тип. В общем, мысль такой, что самотропин, его главная функция, это стабилизирование крови сахара крови. Да. Плюс еще, конечно, самотропин стимулирует сетус белка, сетус белков соединительной ткани. Это коллаген и эластин. Но больше степени, конечно, коллаген. Первое и второе типы. Поэтому от самотропина люди растут в высоту. Либо растут в ширину их хрящей и суставов. То, что в них входит как-то. Плюс хрящи хрящей, это ноглос, уши в том числе, то есть связки, соединяющие между собой костю. Ну, внутренние органы. Потому что оболочки органов тоже соединительные. В общем, все кожи, все соединители ткани, они из других белков, не те белки, которые мышцы уют. Тогда белки соединяют ткань. Это левол коллаген и эластин. 20-20 белка. И только по отношению к ним самотропин является она более голубой. Мышечная ткань, она действует более обосредованно. Его анаболический эффект в 10 раз ниже, чем антестостерон. Он после того, когда он активирует действия ферментов, отвечающие за созревание белкового полекулы на липосовах. Но он не действует на генетическом уровне, на уровне ДНК, так как это не действует тестостерон. Поэтому любой человек, который решил нарастить мышцы с помощью электросамотропина, даже за месяц он на себе не заметил ничего, кроме некоторого улучшения качества телосложения. Конечно, если он какие-то анализы проведет в условиях лабораторных, они ему сказали, что дружище прибавил 300 г мышечной массы. Это хорошо. Но за тот же самый период, если он принимал аналитический стероид, он прибавил 3-4 кг мышечной массы. Но это в 6-8 раз больше. Его анаболический эффект невысокий. И уж тем более, эти вот эндогенные, то есть естественные колебания самотропина, они ничтожны по сравнению с тем, что мы делали извне. То есть это вот, что повысился самотропин после отмирожки, что он не повысился. И он и так сам по себе слабый, как его это карибание, даже на 300 или 500 процентов, вот это общее количество того вещества, которое выделят, оно недостаточно, чтобы заметным образом стимулировать рост даже там соединителей ткани. От того, что самотропин у нас выбрасывается после нагрузки, ни у кого еще уши или нос не выросли, да, и сухожилия, такого нет. Посмотрите, там говорят, вот мышцы растут. Я говорю, а вы видите, посмотрите фотографии, как выглядят акромегалы, люди, страдающие акромегалией. Видите, просто таки повторяю, полно. Что такое акромегалия? Это заболевание, воспалительное заболевание гипофиза. При этом заболевании гипофиз секретирует огромное количество самотропинов крови. И чем это выражает? У людей стопы 50-го размера, кисти вот такие там, они высокие, тощие, с хрупкими костями, с огромными конечностями, увеличенными хрящами. И челюсть такая тяжелая, квадратная. У них нет никакой качки. У них смотрят в день, там, если в миллиграмм на телевизорах 50-60-80, и в день вырабатывается. Ну, у них там куча проблем. То же самое диамет у них. Ну и поскольку это заболевание воспалителя, на работе железоблюда прекращается. Нет, то есть эти люди рады умирать. Но это не качки. Их не мышцы растут, а растут соединительные ткани. Вот там, которые находятся в различных частях. Поэтому, думаю, что понизит, если мы потеряем какое-то количество посттренировочного самотропина, то мы не растем мышцы, это полный вред. Ну и, соответственно, то же самое. То есть, если мы с этим процессом жиром сжигаем, если мы самотропина будет меньше, мы меньше потеряем жира. Я уже сказал в начале. Единственное условие для потери жира – это создание дефицита энергии. Самотропин на это никак не влияет. Самотропин, так как и другие гормоны, он всего лишь обеспечивает процесс извлечения энергии, но он не влияет на степень дефицита. Мы это создаём с помощью нагрузок и диеты. Есть дефицит, но все равно похудеет. Есть адреналина, есть адреналина. Самое главное жиро-жигающее, и, точнее, не жиро-жигающее, алиполитический гормон – это адреналин. Именно альфа-адренергический рецепт отвечает за алипуорис, за активацию распада жировых дислот в жировых клетках. Именно адреналиной свести, чем инъекцию адреналина. У него гиполис, альфа-скатин, до небеска. А у всех остальных гормонов, они уже больше содействующие. Поэтому от того, что мы потеряем самотропин, ничего не изменится. То есть никаких негативных последствий от того, что мы потребим улеводов после тренировки, как и позитивных, не будет. Единственное, что мы на что должны ориентироваться? На то, что приём пищи после тренировки должен быть таким, чтобы обеспечить нам в комплексе с другими приёмами пищи нужное, необходимое заранее количество пищевых нутриентов. То есть у нас цели разные. Может быть, мы подбираем ложечную массу, либо, наоборот, потеряем жир. Соответственно, мы планируем свой рацион на день. Столько дыру, столько дыру, столько дыру. Но если мы потренировались, не надо думать, что завтрак – это так себе приём, всё понятно. А если приём пищи после тренировки, здесь начинается какое-то волшебство, какие-то фантазии. Это такой же приём пищи, как и другие. Он должен соответствовать всем потребностям нашей диеты. То есть нам нужны лёгкие? Включаем. Нужны углеводы? Включим, конечно. Поэтому к нему нужно относиться гораздо проще. Все эти эффекты от углеводного окна, снижение следствия секреции с амотропином в ответ на углеводы, их, так сказать, значимо сильно преувеличено. Если мы, конечно, тренируемся на ВНО, а что такое тренировки на ВНО? Люди по два-три-четыре часа в день тренируются, уйдёт сумасшедший насос гликогенов, и при этом они одну и ту же мышечную погрегают нагрузки не как почти раз в день, а ежедневно. Практически ежедневно. Те же самые грибцы, у них минимум 4 тренировки в день. А грибцы грибут, они там по два-три часа не грибут, и там такие энергозатраты. То есть сегодня два-три часа он грибовался, а зато они опять погребают. Те же самые мышцы. К тому каждый час важен. Он не может позволить себе после тренировки есть уже воды. Он не успеет восполнить гликогенов, тогда его тренировка на следующий день будет менее результативно. Он потеряет гликоген, механизм объясняет чуть больше включать энергии за счет жира, произойдет потеря мощности. Вообще, это менее быстро. То есть менее результативно будет тренировка. Поэтому практика нагрузки грибутами непосредственно после тренировки прошла из видов спорта на выносливость. Там спортсмены даже во время нагрузки подтвердяют грибуты, потому что они могут успеть, восполнить гликогенов к следующей неровке. Тем более там неровки отец не по часу, как там 2-3 часа. Поэтому они углеводные напитки, различные гели, содержащие углеводы. То есть они не теряют время, они сюда восстанавливаются. Поэтому эти люди, мы должны к этому проще относиться, или повреждён. Вы не съел эту углеводу, через час ешь, главное набери необходимую тебе норму, которая позволяет тебе либо набирать мышечную массу, либо наоборот терять живот и всё. Единственное, что, конечно, после тренировки нам важнее употреблять грибуты. Потому что поступление аминокислот в кровь, оно влияет на ситос белка. То есть ситос белка ускоряется от ответа на груз. Ситос белка ускоряется в ответ на поступление аминокислот в кровь. Когда мы эти два фатора объединяем, получаем максимально возможное для нашего организма темп увеличения синтеза запущенного грибута. Если мы протенировались, и несколько часов грибуты не употребляем, то то ускорение синтеза, сократительных грибутов, которое вызвало нагрузку, начнёт уменьшаться. И вместо того, что там 6 часов активно строить мышечную грибут, мы им будут 3 часа строить, а потом темпы начнёт. Ну, где-то там они, конечно, не упадут до посттренировочного уровня, потому что всё равно в 14 дней будет точно такая строится, но опыт незаметно снизится. Соответственно, надо снизиться скорость, которую мы наращиваем мышечную пасту. Мы все же хотим зависеть свой результат. Единственное, за 2 часа. Поэтому грибуты в посттренировочном перерыве даже присутствовать обязательно. И особенно, если мы пришли в зал после длительного перерыва после грибуты. Если мы за 2 часа покушаем грибуты, то можно и вообще не торопиться, можно и хоть через час поесть. Но если мы поели в 5 часов последний раз, потом доехали пока до дома, переоделись, поехали в зал, ещё проходят часа 3-4, потом и часа полтора тренировались, и получится так, что приём пищи после грибуты может проследовать спустя 7-8 часов. После последнего приёма пищи, естественно, в мышцах не будет намеренно кислоты, давно закончилось. Мы не можем бесконечно хранить кровотой. Поэтому, соответственно, мы не сможем в полной степени реализовать анамболический отклик, вызванную нагрузкой. Нам нужны руки как можно скорее. Это важно. То есть углеводное окно – это не миф. Просто люди неправильно занимают так, то есть углеводный окно нужно для спортсменов, или вида спорта, а спортсменные силовики должны быть в этом опросе более крепкими. Питаться так, как удобно им, как им, исходя из того, что они иритуют после этого. То есть нигде там ничего фантастического в этом периоде, в этот период и не происходит. Вопрос.